Когда вспоминаются сталинские репрессии, часто, даже очень часто, упоминаются слова Сергея Довлатова о 4 миллионах доносов, которые советские граждане написали друг на друга. Явно впечатлившись этой фразой, журналист Лия Варламов говорит даже о массовой культуре доносов в Советском Союзе. Был Советский Союз с его массовой культурой доносительства. Неспроста культовой стала фраза писателя Сергея Довлатова. Мы без конца проклинаем товарища Сталина. И все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов? Сама по себе фраза Довлатова и его рассуждение о добре и зле – это классическое обвинение жертвы, когда ответственность за насилие переносится с насильника на жертву. Непонятно откуда Довлатов взял эту цифру. Возможно, ему, как родному, сказал прокурор или главный вертухай, когда он служил на севере, охраняя зоны. Но как историк я могу сказать точно – фраза Довлатова – это очень опасная неправда, которая переносит вину со Сталина и созданную им систему на простых людей, жертв этой системы. Сталинские репрессии – это четкие инструкции сверху, по которым должны были казнить или посадить определенную категорию людей или провести какую-нибудь кампанию по закону. Например, указ 7.8 или закон о трех колосках – хищение социалистического имущества. Плановая экономика Советского Союза предусматривала планы и на репрессированных, количество расстрелянных и количество осужденных. Даже если эти лимиты превышались, необходимо было обязательное разрешение начальства и визирование сверху. Это могли быть кулаки – бывшие члены не большевистских партий. Члены большевистской партии, но не сторонники Сталина. Сторонники Сталина, но слишком замаранные в крови. Мавр сделал свое дело – Мавр может уходить. Люди, попавшие под афганскую, иранскую, харбинскую, греческую, польскую, немецкую, румынскую, финскую, эстонскую и латышскую операцию и так далее. В СССР вообще не любили быть свидетелями, а доносчик – это всегда свидетель прежде всего. Попрошу всех свидетелей записать адреса и фамилии. Кто свидетелей? Вы свидетели? Попрошу граждане свидетелей записать. Был бы человек, а дело или донос найдется. Доносы – это естественная инициатива снизу. И они бы рассматривались следователями самых низших уровней НКВД, которые вряд ли бы решились действовать вне какого-то плана, вне каких-то поручений начальства. И потом донос – это обоюдоострое оружие, которое могло обернуться против самого доносчика. Сегодня свидетель, завтра обвиняемый. Знакомо, не правда ли? Пропаганда поощряла доносительство. И есть множество свидетельств родных жертв репрессий о том, что на их близких настучали друзья или знакомые. Пионер Щеглов Коля в августе этого года сообщил официальным путем через почту начальнику районного отдела НКВД о том, что его родной отец Щеглов Иван Николаевич занимается расширениями совхоза строительных материалов. Был листон. Пионер Оля Щеглов, который знает, что такое советский власть для него, для всего народа. И там, что родной отец, он ему теперь неродной, он сказал НКВД, чтобы отца уничтожить, как врага народа. Вот какие люди у нас товарищи есть, вот какие пионеры у нас есть, вот где наша сила и мощь. Но есть также множество свидетельств того, как сбежавшие из ГУЛАГа люди спокойно жили в своих селах и никто их не выдавал. Если согласиться с Варламовым о том, что была массовая культура доносительства, то куда же делась эта система донос-репрессия, когда закончились все эти кампании и категории, по которым нужно было сажать и расстреливать. Доносы были, но подавляющее большинство этих доносов было написано либо под пытками, либо штатными осведомителями НКВД, сексотами или, как сегодня говорят, нештатниками. Люди арестовывались в рамках каких-либо кампаний, одобренных сверху. Если и были какие-то доносы, то они были незначительным дополнением к основному обвинению. Многих из этих людей репрессировали бы в любом случае, были бы доносы или не были бы доносы. По подсчетам историков, на сотню дел репрессированных приходилось пару доносов. Четыре миллиона доносов, полстраны стучало. Это красивые фразы, порожденные писателями, журналистами, но они очень далеки от правды. На слушание дел тройки затрачивали максимум 3-5 минут. То есть какая разница, были там доносы или нет. Была какая-нибудь бумажка, обвинения и все, этого было достаточно. Реальность же в том, что на счету у каждого из карательных органов сотни, тысячи жертв. И они спокойно дожили до старости, получали повышенные пенсии. Их потомки трудятся на той же Неве, начиная снимать кровавую жатву потомственных палачей. Редактор субтитров А.Семкин